МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Субботу, 11 марта 2020 года, во время полноценного удаленного заседания Национального собрания Западной Армении, депутаты Национального собрания, то есть парламента Западной Армении, организовали выборы временного председателя парламента Западной Армении. На этих выборах были выдвинуты три кандидата Сэда Меликян, Рузанна Хачатрян и Леонардо Басмаджан. Большинство голосов проголосовало за Леонардо Басмаджана, который был членом парламента Западной Армении с 19 января 2020 года. По профессии он архитектор, родился в Буэнос-Айресе в Аргентине, где посещал армянские школы, живет во Франции в последние 20 лет, где участвует в различных общественных структурах в регионе Рона Альпы, автор мемориального комплекса «Мемориал» в Лионе. После отставки бывшего спикера парламента Агвана Тунаканяна, главной задачей Леонардо Басмаджана будет организация следующей сессии парламента Западной Армении, третья сессия второго созыва Национального собрания после окончательного преодоления эпидемии COVID-19 и решения текущих проблем. Эта сессия была проведена специально для подтверждения выборов спикера Национального ассамблеи парламента Западной Армении, уполномочивающих его до января 2024 года. Телевидение Западной Армении поздравляет нового спикера парламента Леонардо Басмаджана и желает плодотворной работы на благо нашей страны. Катва-Отс или Змея-Кот был замечен в провинции Мараш в Западной Армении. Известно, что этот редкий вид змеи обитает в регионе и охраняется государством. И от этой змеи не влияет на людей и крупный рогатый скот. С приходом весны в горах Манзури пастбища, расположенные на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, были наполнены овцами и козами. Владельцы скота защищают стадо от возможных нападений медведей и волков в сопровождении собак гамбр. Уплазень в самосаде вызвал аварию в главном трубопроводе питьевой воды. Сельские жители удовлетворяют свои потребности в воде, неся воду из различных мест. Султан начал массовое убийство в апреле. Новая политика и султан, великий визирь Тифик Паша, призвал региональные власти соблюдать закон Шерии и Конституцию. В этот день палата должна была созвать заседание, чтобы обсудить вопросы продолжения или распуске парламента, а также обсудить действия депутата в случае, если существование палаты и Конституции поставлено под угрозу. По приказу султана войска, которые ранее были введены из Елдыза, вернулись в казарну возле дворца, а бывший командир императорской гвардии маршал Шукет Паша был восстановлен. Таким образом, мы можем сказать, что султан снова стал контролировать ситуацию, комиссия почти не существовала. Вторая палата не имела других полномочий, а правительство состояло из людей, у которых вообще не было боевого духа. В знак ранения 20 человек. В исторический день, 13 апреля, два депутата от страха выпрыгнули из окна палаты и получили серьезные ранения. Назим Пашам был назначен командиром первого корпуса. Это назначение произвело хорошее впечатление. Оказалось, что новое министерство намерено предотвратить любую попытку государственного переворота против гарнизона в Салониках или Андренопле. А военный корабль, который должен был бы перебросить войска из Салоник в город, в случае необходимости использовал бы силу, чтобы разрешить ситуацию, если это необходимо. Президент Республики Арцах Бакосаакен обратился с посланием гражданам и подписал указ о предотвращении распространения новой коронавирусной болезни в Арцахе и объявил чрезвычайное положение для защиты населения от угрозы эпидемии коронавируса. Своим сообщением заявил, что чрезвычайное положение будет объявлено с 12 апреля с 22 часов до 12 мая, включая 22.00. В то же время он заявил, что предстоящие президентские выборы в Арцахе будут проводиться с гарантией соблюдения строгих санитарно-гигиенических мер на избирательных участках. Второй тур президентских выборов назначен на 14 апреля. Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1039, сообщает в пятницу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 26. От COVID-19 в стране излечились 211 человек. Число смертей увеличилось до 14. Лечение проходит 814 человек. В целом проведен 7631 тест. Для сравнения отметим, что по положению на 12 апреля в стране было зарегистрировано 1013 зараженных. В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Китай направил большое количество предметов медицинского назначения в Армению. Китайская страна сделала на этих коробках следующую пометку. «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат и длиннее, чем река Янцзи», пишет новостной сайт azatutsun.am. Причиной гнева официальной Ангары является упоминание горы Арарат, которую турецкая страна называет горой Агри. По сообщению Турецкого государственного агентства новостей Анадулу, дипломатическая миссия страны обратилась к послу Китая в Ангаре и Министерству иностранных дел Китая с просьбой выяснить причину, по которой этот пост на ящиках. Боевики, запрещенные в России террористической организацией Джабхат Ан-Нусра, обстреляли в населенный пункт в провинции Латакии Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава Российского центра примирения враждующих сторон Сирийской Арабской Армии контр-адмирал Олег Журавлев. Он также отметил, что в Идлибской зоне заэскалации нарушений со стороны протурецких вооруженных формирований не фиксировались. Ранее Дамаск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с COVID-19. Сирийская сторона нуждается в средствах защиты и медикаментах. Ранее сообщалось, что вместо помощи Сирии в борьбе с эпидемией официальная Анкара помогает различным террористическим группам и наращивает свое военное присутствие в Идлибе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Аванда Кангиркий ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!